МАММИ ЛЕДИ Ее внутри был здоров. Ему 9 недель. Карапузик лишился своего эмбрионального хвостика и уже не похож на рыбку. Весит примерно 1 грамм. Его сердце уже состоит из 4 камер. Начали формироваться зачатки молочных зубов. Формируется мозжечок. Он отвечает за координацию движений. Уже полностью сформированы глаза. Лене сегодня предстоит сдать кровь на так называемый торч-комплекс. Нашей героине повезло. Все анализы она сдает бесплатно в лаборатории ЮниЛаб. Торч сокращенно от названий 4 инфекций. Таксоплазмоз, краснуха, цитомегаловирус и вирус герпеса. Почему так важно определить наличие этих инфекций? Каждая из них может нарушить течение беременности, спровоцировать пороки в развитии малыша или вовсе прервать беременность. Таксоплазмоз передается кошками. Он может вызвать слепоту, глухоту, умственную отсталость у плода. Это же касается и краснухи. Сырой ряд мяса рекомендуется резать в перчаточках, потому что цисты, токсоплазмы могут содержаться в сыром мясе. Цитомегаловирус и вирус простого герпеса переносят 95% населения планеты. Первый опасен на ранних сроках, может спровоцировать выкидыш. Герпеса, наоборот, надо опасаться перед родами, тогда заражается ребенок. Забегая вперед, скажем, что все анализы у Лены оказались в порядке. Партнер проекта – Центр раннего развития «Маленький гений». Набор детей с двух лет в группы начального обучения музыке с использованием синтезатора и компьютера. Мы знаем, что ваш ребенок гениален. Отказывать себе в спорте во время беременности нельзя. Напротив, нужно укреплять мышцы и связки, чтобы роды прошли удачнее. Акваэробика – то, что нужно. Наша Лена в бассейне обычно просто плавала. Упражнений делать не приходилось. Тяжело было как-то выровнять дыхание и вообще выполнять это, что показывает тренер. Пять минут привыкания к температуре воды, еще пять-семь минут – разминка. Бег, передвижение боком, подскоки, прыжки. Упражнений в воде не меньше, чем на суше. Во время разминки разогреваются мышцы и связки. Можно переходить к основному комплексу. Одновременно раскрылось. Раз, два, три, четыре. Занятия проходят и на мелкой, и на глубокой воде. Затем тренировки у бортика. Упражнения укрепят мышцы спины и брюшного пресса, тазового дна. Того, что будет задействовано в родах. В конце занятий – растяжка и немного свободного плавания. Аквамамы бассейна «Чайка» отмечают активность пуза жителя во время занятий и затишье после. Мы решили, это наше некомпетентное мнение, как не медиков, что ребенок тоже занимается физкультурой, так как приток большой кислорода идет в ткани малого таза, и ребенку тоже нравится кувыркаться в мамином животике. Медики солидарны в одном. Занятия в воде способствуют тому, что ребенок с неправильным предлежанием может перевернуться и занять головную позицию. Женщина, набирая вес во время беременности, теряя немножечко центр тяжести, она может очень успешно заниматься на протяжении всей беременности в воде, потому как там невесомость и вес тела не влияет так сильно на суставы. Нет вот этой ударности. А все потому, что в воде мы чувствуем лишь 10% нашего веса. Вот и Лена быстро освоилась. Ну, ощущения хорошие, то есть какая-то вот такая легкость чувствуется, вот. Все тело как-то разогрелось, то есть, ну, прилив сил такой энергии. Я сейчас готова горы свернуть. Партнер проекта – детский медицинский кабинет «Здоровяк». Прием ведут квалифицированные специалисты. Оформление справок в детский сад, в школу. В следующей серии познакомимся с малышом поближе. Увидим его при помощи ультразвука. И сдадим важные анализы на генетические отклонения. Не пропустите. Субтитры подогнал «Симон»